Я приветствую вас на канале Аленин сад. В этом видео я расскажу, как сделать правильные ровные грядки. Такой запрос ко мне поступил от моей зрительницы. Я и подумать не могла, что для кого-то это может быть проблемой. Но, правильно ведь, не все выросли в деревне, не все наблюдали с детства, как бабушки и мамы делают эти грядки. И, переехав из города в деревню или приобретя участок, у кого-то может возникнуть такая проблема. Поэтому сегодня я расскажу, как сделать ровные грядки и какие грядки подойдут для песчаной почвы, для влажной, торфянистой, глинистой почвы. И больше информации вы можете получить, если приобретете мой курс «Запись вебинаров. 7 шагов к богатому урожаю». Это всего 7 вебинаров, но общая продолжительность видео будет 12 часов. Ссылку смотрите в описании. Отдельный вебинар посвящен как раз грядкам. Какие правильные, какие лучше, высокие, низкие. Грядки розума, грядки метлайдера и так далее. А также вебинар о поливах, вебинар об удобрениях и много-много другое интересное. По ссылке вы можете ознакомиться со всем расписанием. Не забываем также ставить лайк этому видео, подписаться на канал Аленин сад и регулярно смотреть мои видео. Ну а теперь давайте делать грядки. Показывать, как делать ровные грядки я вам буду в Калиновке. Вы видите, я вскопала здесь большой-большой участок земли. И здесь будет у меня две грядки. Две грядки уже готовы и даже все почти что засажены. В Аленином саду у меня не нужно каждый год копать такие большие участки, потому что там грядки огорожены досками. Это на самом деле очень удобно, но имеет несколько нюансов. Отдельное видео о высоких грядках у меня уже на канале есть. Если вам интересно, можете посмотреть. Ссылку оставлю, пожалуй, тоже в описании. Почва в Калиновке песчаная. Это определяет, опять же, какие будут грядки. Но не у всех песчаная почва. Поэтому я сейчас буду показывать варианты и для торфяных или влажных каких-то глинистых почв, но на примере песчаной почвы. Если у вас песчаная почва, то так делать не нужно. Первый, самый простой вариант, это воспользоваться своим глазомером. Если он у вас хороший, то вы сразу можете прикинуть ширину грядки. Конечно, она не должна быть слишком широкой, чтобы вы могли спокойно дотягиваться с обеих сторон до середины грядки, а может быть даже и до другого края. Проходы зависят от размера вашего участка, в первую очередь. Не от ширины тачки, ни в коем случае. Не от чего-то еще, от того, как вы ходите. Нет. Они должны быть целесообразны. То есть вы должны мочь по ним пройти, по этим проходам. И они не должны быть очень широкими. Широкие проходы нужно будет обязательно закрывать и застилать. Иначе будет испаряться влага, иначе будут на них расти сорняки. То есть вы создадите себе дополнительную работу. Если у вас участок маленький, то широкие проходы просто съедят часть полезной площади. И вы получите меньше урожая. Я всегда делаю маленькие проходы, потому что мне всегда мало земли. Второй вариант, это уже воспользоваться какими-то подручными средствами для того, чтобы разметить грядку. Самое простое средство, это, конечно же, два колышка и веревочка. Все очень-очень просто. Вот я приготовила, даже с такой красивой веревочкой. Но я редко пользуюсь таким приспособлением. Потому что мне жалко тратить время на вот это раскручивание, закручивание, разметку. Я использую другие способы, о которых вам сейчас расскажу. Но этот способ, он тоже имеет право существовать. И кроме того, что вы можете размечать так грядки, вы можете еще сеять ровными рядами потом на этих грядках. То есть вы точно так же втыкаете колышки, разматываете веревочку. И уже по этой веревочке сейте. Или делаете рядочки. Или высаживаете саженцы. Например, делая живую изгородь. Это очень-очень удобный способ. Но я точно знаю, что новички не знают о нем. Потому что когда-то лет 10 назад, 12, только я узнала. Вот почему-то у нас в моем детстве такой способ не использовался. Если участок у вас небольшой, то гораздо удобнее пользоваться для разметки досками, рейками, планками. Их не нужно заматывать, разматывать. И они более стабильные, тяжелые, лежат, никуда не сдвигаются. И очень удобно ими отмерять. Просто ровные, хорошие грядки. Но есть еще более хороший, простой способ. Самый быстрый. На мой взгляд, это самый быстрый способ. Разметки сразу многих грядок. Для этого нам понадобится уже не такая тоненькая дощечка. А кое-что посерьезней. Дощечка пошире, побольше. Но желательно не такая длинная, как вот эта вот доска у меня. Она хороша, конечно, но она очень тяжелая получается. Что мы делаем с такой доской? Ширина ее приблизительно 10 сантиметров. Мы это точно знаем. Дальше. Мы хотим, чтобы у нас был проход 20 сантиметров. Значит, мы кладем доску. По ней ровняем грядку. Сразу понятно. Ровная грядка. Дальше. Делаем 10 сантиметров. Плюс 10 сантиметров. Получается 20. Переворачиваем доску еще раз. И помечаем. Вот краем доски мы помечаем окончание нашей тропиночки. Дальше мы переворачиваем столько раз, сколько нужно доску. И получаем грядку нужной ширины. То есть нужно 50 сантиметров, значит, несколько раз перевернули, получили 50 сантиметров. Все очень-очень быстро. Это мне очень нравится. Не нужно ничего разматывать, заматывать. И мы сразу получаем разметку и тропинок, и грядок. Сразу нескольких грядок. Но, конечно, это все делается там, где ширина, где длина, вернее, не ширина, а длина грядки будет не слишком большой. Потому что оперировать такой доской будет очень и очень неудобно. Вот и все. Вот этот простой секрет, простой способ, который я часто использую. Еще один полезный совет. Какой ширины делать грядку? Будет зависеть от вашего рабочего инструмента. Вот у меня такая вот тяпочка. Расстояние между рядками на грядке будет больше или равно ширины этой тяпочки. Тоже вы просто можете померить и прикинуть. 10 сантиметров тяпочка, 5 сантиметров на рядочек посеянных семян. И посчитать, сколько будет ширина. В будущем это вам очень-очень облегчит работу. Просто невероятно ускорит. Вам не нужно будет наклоняться. Вам не нужно будет страдать болью в спине. Просто стоя вы будете аккуратно пропалывать между рядья с помощью этой тяпки. Дальше. Как же делать проходики между рядья, между грядья? Есть два способа, которые как раз таки определяются тем, какая у вас почва. Если у вас тяжелая, глинистая почва, затопляемая, сырая, если у вас торфянники, если у вас участок в низине очень-очень сырой, то вам нужно обязательно приподнять ваши грядки. Для этого мы делаем проходы пониже, грядки повыше. Берем землю с прохода, бросаем на грядку. Берем с прохода, бросаем на грядку. Вот так в две стороны. Туда, туда. Туда, сюда. Потом грядки грабельками разравниваем. Проход утаптываем. Просто обычным способом утаптываем. Я делаю обычно вот ширина прохода, это две моих ступни. Я могу спокойно стоять ровно на этом проходе. Никуда меня не качает. Можно делать шире, при желании. Если у вас почва, вот как у меня здесь, сухая, песчаная, так сделать ни в коем случае нельзя. Потому что песок и так будет пересыхать, а вы еще выше его поднимаете. Чем выше, тем суше. Тогда мы просто протаптываем. Я просто протаптываю рядочки по размеченным линиям. Вот просто рядочек. Ничего я не поднимаю высоко, не засыпаю. Сначала я прохожу так, потом я прохожу вот так. И все готово. Проходик прекрасно готов. Вот такой простой секрет. Но для песчаной грядки будет еще один важный момент. Какой делать поверхность самой грядки? На песке нам будет очень-очень важно сохранить воду, сохранить влагу. Мы должны любыми способами эту воду задержать. Значит, мы не можем делать покатые склоны у грядки, с которых будет стекать вода. И мы должны на этой грядке обязательно сделать бортики. Когда мы будем поливать излейки, особенно с распылителем, дождевать, то вода будет обязательно разбрызгиваться во все стороны. Нам очень важно задержать как можно больше воды на этой самой грядке. Ну и когда будет идти дождь, так же важно, чтобы большая часть влаги оставалась на грядке, а не в междуряде. Если мы сделаем грядку неправильно на песчаной почве, то у нас будут поливаться очень хорошо в междуряде, а грядка будет высыхать. Корни у растений будут оголяться, потому что песок с сильным потоком воды будет смываться опять же в междуряде и хорошо не будет. Можно использовать для выравнивания поверхности грядки обычные любые грабли, конечно же. Просто разравниваете, выравниваете, стараетесь прямо вот к идеально ровной поверхности приблизиться и заодно делаете бортики параллельно. Но можно использовать и досочку, легкую длинную досочку, с помощью которой и разровнять поверхность грядки доской. Сделать это будет даже удобнее. У меня дети наступили, куда не следует придавили. Досочкой мы делаем, прямо вот можно даже сделать корыдце такое. То есть сделать очень высокие бортики, все равно они со временем осыпятся. Ну и следить, обязательно нужно следить, чтобы внутри грядки тоже не было перепадов высоты. И по всей длине грядки тоже, чтобы не было перепадов высоты. Иначе вода будет утекать. Также будет на одной стороне склон, если, например, здесь будет выше, здесь будет ниже. Вы будете поливать, вода отсюда будет утекать в ту сторону. Вот, поэтому очень важно сделать правильные грядки, если вы хотите получить полноценный богатый урожай. Конечно, это большой, я вам скажу, труд и большое время, большая время затрата. Конечно, если у вас огороженные грядки, то вам не нужно вот эту процедуру ежегодно проделывать. У вас они стационарно, постоянно приподняты на какую-то высоту. Если вы на песке делаете огороженные грядки, ни в коем случае их высоко не поднимайте, вот высоты этой доски будет вполне достаточно. И в будущем здесь, в Калиновке, я планирую попробовать сделать именно такие грядки, вот такой высоты, просто огороженные. Их тогда будет очень легко выровнять по всей поверхности, будет ровненько, аккуратненько. Проходы также будут ровненькие, аккуратненькие, не нужно будет мучиться, вот так вот выравнивать ежегодно эти высоты. Но пока это не сделано, то нужно постараться, если мы хотим получить богатый урожай. Соответственно, на глинистой, торфянистой почве мы также выравниваем поверхность грядки, чтобы вода на ней распределялась равномерно при поливе. Но мы не делаем никаких бортиков, чтобы, ну больших бортиков, чтобы вода застаивалась на самой грядке, особенно на влажных почвах. Вот в Аленином саду нельзя так делать, там обязательно излишки влаги должны каким-то образом из грядки удаляться, потому что при затяжных дождях или в осенний период вода у меня там и так в междурядях стоит. Если она будет стоять на грядке, никакого смысла не будет тогда. Также с помощью досочки или вот плинтуса какого-нибудь очень удобно делать ровные прямые рядочки для посева семян. Можно проводить доской вот так вот, углубляя ее все время, да, и получаются вот такие ровненькие рядочки. Можно, если это плинтус, например, наступить, придавить, сделать ровный ряд, и это будет хорошо для семян, потому что они должны лечь на уплотненное основание для лучшего прорастания. Не бойтесь, что вы сначала все вскапывали, а потом все уплотнили. Еще семена, потом сверху прихлопаем к поверхности, с поверхности. И у нас получается такая замечательная канавка. Опять же, очень удобно и быстро разметить рядочки расстояния. Все будет идеально, ровно и аккуратно, без большого труда. И у нас будут одинаковой глубины, конечно же, наши ямки, что очень важно для равномерных всходов. Нам нужно, чтобы наша морковка, например, взошла в одно и то же время, росла и развивалась одинаково. Значит, нам нужно посеять семена на одинаковую глубину. Вуаля! Пока болтала, сделала, уже несколько идеальных, ровных рядочков засыпать, кстати, можно потом не этой же почвой, а какой-нибудь другой, который вам больше нравится. Компост добавлять, компостом засыпать рядочек. Это будет экономия компоста, а для повышения урожая, для растений, это будет прибавка. Я надеюсь, что я все основные моменты строительства правильных грядок вам рассказала. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Возможно, какой-то из них станет темой моего следующего видео. Я надеюсь, что все у вас замечательно получится с этими грядками, и вы вырастите отличный урожай. Еще раз напоминаю про пальчик вверх, подписку, и желаю вам всего самого наилучшего. Увидимся уже очень скоро в моем новом видео.